Здравствуйте! Вы смотрите программу «Четвёртая власть» в студии Александра Ритунская, Человградецкий, Бипорт. Здравствуйте! Андрей Привалихин, Большое радио. Здравствуйте! Благодаря Андрею Привалихину я выражаю тебе благодарность. Мы сегодня решили поговорить о фильмах, которые снимались в Заполярье. А я так и снимаю. А потому что ты дал тот список, который ещё я дополнила, и который, я так понимаю, в рамках одной программы мы целиком, полностью, даже все картины не сможем назвать. Поэтому у нас такая сериал. Начнём, сегодня начнём. У нас начинается сериал. Это просто тебя, наверное, подстегнуло то, что сейчас у нас в Мурманске заканчиваются съёмки очередного фильма. Ну да, ты говоришь о фильме «Катастрофе ледокол». Ты понимаешь, какое дело? Да, можно сказать, что фильм «Катастрофа», а с другой стороны, профессор Сомов-то благополучно выпутался из этого ледового плената. Стало быть, это не «Катастрофа», если он выпутался. Хэппи-энд? Ну, триллером можно как-то назвать. Ну, о фильме «Ледокол» мы поговорим позже. И, кстати, знаешь, вот… Тем более любопытный факт, что продюсер этого фильма, один из сценаристов, это Василий Соловьёв, которого мурманчане уже знают заочно. И его здесь оснахили на всю страну, что они снимают серию фильмов к юбилею города за 27 миллионов рублей. И нам попытались сказать, что это вообще какая-то запредельная сумма, можно снять блокбастер. Так вот, он, будучи продюсером одного и второго фильма… Нельзя снять. …сравнил, да. То есть, реально бюджет вот этого блокбастера «Ледокол» 10 миллионов долларов. И то, судя по всему, они из этой суммы уже скоро вывалятся, и там что-то будет около полумиллиарда. Ну, там какие-нибудь декорации сумасшедшие совершенно. Ну, полумиллиарды – это уже рублей. Рублей, да. И вообще, Василий произвел на меня благоприятное впечатление. Я напрямую ему задала вопрос, откат был, на что он сказал. Ну, собственно, можете послушать, что он сказал. То есть, откат вы не давали, вы признавайтесь. Я не давал откат. А кому? Скажите. Мэру. Ну, это как-то странно. Вот вы себе как это представляете? Я представляю. Меня пытаются в этом убедить. Вы хотите честно? Я давно работаю в кинобизнесе, скажем так, 8 лет. Я принимаю участие практически во всех конкурсах, которые проводит Минпульт. Вот уже на протяжении 4-х лет, с различными сценариями. Один из сценариев нам удалось в фонде кино вместе с Игорем Толстановым защитить, получить довольно-таки внушительные деньги. Это 200 миллионов, из которых 50 миллионов возвратные. То есть, их нужно обратно в фонд кино вернуть. И сейчас, вот буквально утром, я вам могу показать фотографию, мы выиграли еще один конкурс в Минкульте. Мы этот конкурс выиграли с 4-го года. Вот никакие схемы типа, простите, а вы начальник департамента кинографии, вы не могли бы взять у меня и тогда мы... Я даже не представляю, как. Ну, вот я к нему подойду, и что это будет? Я его знать не знаю, видеть никогда не видел. Я вам могу показать свою записную книжку, вы увидите, кто у меня там есть, кого у меня там нет. Мэра у меня там нет. Более того, тех людей, которые работают во всех других организациях, я тоже практически никого не знаю. А тех людей, которые пишут об этом, я вообще даже не знаю, кто это. Я даже... Ну, то есть я не знаю, за что можно зацепиться. То есть как вот объяснить? Вы можете реакцию передать, когда вы увидели вообще вот упоминание Мурманска, мэра ваших продуктов, вас, вы присели. Ну, мама расстроилась. Это неприятно, потому что... Ну, потому что тиражирование было довольно-таки большое. Увидели все. Друзья, которые более опытные, конечно, вот употребили это словосочетание, бесплатный пиар. Я говорю, ребята, что это... Это что за пиар? Они говорят, ну, теперь все будут знать, что ты дорого стоишь. Я говорю, ну, все и так знают, сколько кто стоит, потому что это не секрет. Там можно всегда позвонить по телефону кинокомпании и спросить, сколько стоит такой-то ролик. Будет названа цена, устраивает, снимаем. Не устраивает, не снимаем. Ну, о художественной ценности этой картины мы поговорим потом, кто там снимается, как снимается, тем более его премьера в 17-м году нам обещана. А давайте сейчас вспомним фильмы, и я буду опираться на список, который ты мне предоставил. Я уж не знаю, откуда вообще эти знания у тебя. Из головы. Из головы. Сколько всего фильмов снималось на территории Муромосква? Слушай, мы уже, по-моему, за 20 сотни. Андрей говорит, около сотни фильмов. Не знаю. Нет, там просто, может быть, не все эпизоды. Мы же тут в этом списке-то нет еще и 10-й фильмов. Я же это не имею в виду, что фильм снимался от первого кадра до последнего на Кольском полуострове. Может быть, какие-то эпизоды были сняты отдельно. Да, да, да. Но это вот из тех же разговоров, как вот есть у Эльдара Рязанова фильм «Забытая мелодия для флейты». Можем смело говорить, что часть фильма снималась у нас здесь. «Осенней ночью думай обо мне». «Осенней ночью думай обо мне». Правда, Рязанов сам тогда в 87-м или 86-м году, он не приезжал на съемки, это второй режиссер, видимо, снял, поставили хор на палубе авианесущего Крепсера, и они там спели вот эту замечательную песню, стихи Евтушенко, по поводу того, что «Весенние ночи, думай обо мне, и летние ночи, думай обо мне, осенние ночи, думай обо мне, и зимние ночи, думай обо мне». А сегодня так у нас получается, что большая часть нашего списка – фильмы о войне, ну что, собственно, и закономерно. С чего начнем? Конечно. Я не знаю, ты понимаешь, мне кажется, вот, с одной стороны, можно по хронологии, по хронологии, это глупо, с другой стороны, по качеству фильмов, кто мы такие, чтобы определять, качественный фильм или нет, мы обычные зрители. Давай я начну, да, «Командир счастливой щуки». «Командир счастливой щуки», молодец, фильм 1972 года, меня еще не было на свете. Давным-давно была война, давным-давно. Прошла она, для тех, кто жив, она была когда-то. «Командир счастливой щуки». Моряки говорят, что, вернее, авиаторы говорят, что это один из самых фильмов, который максимально приближен к реалям, то есть самый правдоподобный. Достоверный. Ну, в общем-то, да, да, да. А, кстати, говорят еще, что вот этот Ил-4, который снимался, это чуть ли не тот Ил-4, который потом водрузили в Североморский напастамент. «Будем карать гадов. Всех на дно. Всех на дно. Атака! Атака! Атака!» Правда, лейтенанта Климова, я вообще не знала о существовании такого фильма, хотя, когда я стала искать кадры, я вспомнила, действительно, видела. Вот если говорить о качестве фильма, то этот фильм можно было вполне не снимать, хотя он занимался у нас. Но, с другой стороны, в этом фильме играл тогдашний секс-символ наш, Юрий Каморный. Кстати, уроженец Мурманской области. Я не спал, товарищ командир. Я так и понял. Вы своим мощным телом прикрывали двигатель, чтобы он не замерз ненароком. Нет, товарищ командир, я думал. Я даже знаю, о чем, Громов, о справедливости и несправедливости. Вот, мол, командир, если захочет, может поспать, сколько влезет. А он и сам не спит, и другим не дает, верно? Да, точно. Не совсем точно, Громов. Кто не помнит сюжет этого фильма, морского офицера за пьяную драку якобы понизили в звании перевели на Северный флот. Да, с Черноморского. Да, в течение всей картины он доказывает, что он хороший парень, на самом деле. Что он не пьяный, не дерется, и что он классный специалист. И вообще он боксер и не пьяница, а любовника стукнул один раз и подел. И играет его Андрей Ростоцкий. Любовника не своего, а любовника в земле. Фильм 81-го года. Идем дальше. Фильмов так много, а времени совсем мало. Вот фильмы я нашла, маленький фрагмент на Ютубе. Я вообще не знаю, где сейчас можно его достать. Океан, 73-го года. Океан, да, да, да. Там играет Николай Алялин. И, собственно, благодаря ему я и нашла. А, и Белохвостик. Наталья Белохвостикова. А она его жену, по-моему, играет. Да. Если я не ошибаюсь. Благодаря этому фильму я почерпнула очень интересный афоризм. В чем смысл жизни? Он спрашивает у Белохвостиковой. И сам же дает ответ. Это большая военная тайна. Вот в 2000-х годах снимались «Кукушка» и «72 метра». Ну, давай, что-то каждый по отдельности заслуживает внимания. «Кукушка» — это про финскую войну. С одной стороны, это «Кукушкой» называли финских снайперов, которые охотились за солдатами Красной Армии. А с другой стороны, это имя «Саамки», которая приютила русского и финского солдата. Причем вот интересное дело... Да, говорят на разных языках, но, в общем... Фильм-то получился. А ведь, смотрите, ну там, грубо говоря, почти два часа всего три человека в кадре-то. И там, понимаешь, актеры использовались из комедии, ну, как бы привлечены были, которые уже до этого отметились в комедии. Да, Бычков и Хамай Сауа, да. И им приходилось максимально от этого образа созданного... Отходить, да. Да, сатерически отходить. И говорят, что Виктор Бычков ради этого фильма поправился на 20 килограмм. И, кстати, вот там девочка-саамка, да, она настоящая саамка. Она по национальности саами. И вот я когда смотрел этот фильм, у меня не было впечатления, что это фильм про войну. Удачи тебе, Пшолты. Меня, между прочим, Иван зовут. Иван. Да, так всех русских зовут. Если тебе так хочется, пусть будешь Иван. Пшолты, Иван. Мой любимый фильм. Я вот просто после нашей программы побегу и буду его пересматривать. 72 метра. Ты понимаешь? Это ж поэзия. Это ж былины мамкина норка. А есть вообще предложение в одно слово. Моросит. Вечереет. Смеркается. Ты чувствуешь? Так точно, товарищ командир. Ни хрена ты не чувствуешь. Когда я читаю, что ты написал, я чешусь в самых нескромных местах. Тут же член можно сломать, пока до конца абзаца доберешься. Кто тебя учил? В школе. Покажи мне. И я разорву его, как тузик грелку. Я же говорю, в школе. А я что, за границей, что ли, учился, Легкоступов? Если б мне в школе бы так доходчиво. То вот эта сцена, она вообще просто блистательная. Вот он распекает этого Легкоступова, там, последними-распоследними словами, и вдруг его зовет жена. Он к ней поворачивается, и сразу как будто сгорбился, и такой вот мужичок, который к ней потрусил, вот так вот, который подкаблучник совершенный. Вот этот вот авторитетный и непререкаемый капитан первого ранга, иный чар. Что случилось? Я там картошки купил. Геннадий, ты забыл кружку. Блеск. Перечисляем фильмы, последние, которые и без нас люди видели. А вот, допустим, благодаря тебе я узнала о таком фильме, датированном 47-м годом, как повести Нистова. Да, там целый Чапаев снимался. Борис Бабочкин играл главную роль командира эскадренного миноносца, по-моему. Чуть заметно темнее стало, товарищ командир корабля. Да, кончается полярный день. Скоро наше время, зимняя шторма, полярная ночь. Спокойной ночи, товарищ Коми. Спокойной ночи. Но фильм-то, между нами говоря, фильм-то дрянь. Его снимали, как-то вот он так был снят, по-моему, насколько я там читал, знал, как-то вот на скорую руку. То есть, Бабочкин приехал, там за четыре недели снялся и уехал. Ну, даже если вы не будете его пересматривать, пометьте себе, что есть такой фильм. Причем вот там образ такой собирательный. Да, там он, этот неистовый, он вроде как и танкер спасает, а потом, как наш стражевой корабль, рубит немецкую подводную лодку пополам. В общем, ну, 47-й год. Черно-белый, естественно. В случае с Полыниным фильмом Анастасия Вертинская исполняет там песню, но слова Константина Симонова. Так, а дело в том, что, естественно, да, литературная основа, это же рассказ Константина Симонова и потом актеры Анастасия Вертинская, Нонна Мордюкова, Олег Ефремов, Олег Табаков, Георгий Бурков, Лев Дуров. И это еще далеко не все, кто снимались в этом фильме. Правда, конечно, Мордюкову и Табакову ни к чему было приезжать сюда. Дело в том, что я тогда учился в школе в первой, и у нас рядом со школой снимали, мы на перемене бегали, смотрели на съемки этого фильма. Это вот там парк аттракционов на Бурково, да, вот этот заброшенный. Там раньше стояли двухэтажные деревянные дома. То есть, с одной стороны уже были построены эти хрущевки пятиэтажные, камеры на них не смотрели, они смотрели в другую сторону, где были эти двухэтажные дома, и там часть фильма снимались. И госпиталь, где вот лежал после ранения Полынин, он тоже снимался. Вот к Семеновскому озеру подъем, там справа, значит, стоял такой длинный барак. Вот этот барак играл роль госпиталя в фильме «Случай с Полыниной». Когда в последний путь ты отправляешь друга, Есть в дружбе не забудь посмертная услуга, Оружье вместе с ним пусть в землю не ложится, Оно еще с другим успеет подружиться. Места тут тихие. Не путать, а Зори здесь тихие. Вот, кстати, места тут тихие, это тоже про летчиков, про наших, во время войны, да. И вот даже вот некоторые критики считают, что без фильма «Места тут тихие» не было бы фильма торпедоносца. Это вот как в связке эти два... Да, да, прологом своего рода фильм «Места тут тихие» был. Дико, я, Дико! Побой, гай! Счастливого пути! Двай! Что с ним? Хим? А, хи вас... Бэнь! Бэнь! Чап! А, понятно. Заря, бой, заря, кого? Гуляет лин лес. А «Под каменным небом» у тебя там есть фильм такой? Нет. «Под каменным небом»? Вы знаете, что мы уже до десяточки... Норвежский король плакал, когда смотрел этот фильм. Который... Теперешний король. Харальд, который? Да, Харальд де Фемте, да. Потому что там... Дело в том, что там в этом фильме использована речь его папы, короля Хокона, о том, что надо сопротивление оказывать немцам. И дело в том, что не осталось аудиозаписи этой речи. Они нашли какого-то актера норвежского, ну, имитатора. И он эту речь так вот сымитировал голос Хокона, что король, говорят, на премьере расплакался. И мы с восхищением следим за героической и победоносной борьбой советского народа против нашего общего врага. Жители Северной Норвегии разделяют патриотические настроения всей страны. Вы слышали, русский уже... Тихо! Король! А фильм этот, да, про освобождение вот Финмарка Северного. И Евгений Павлович Леонов в главной роли. Так что тоже, извините меня, не актер, а гигант. 17-й трансатлантический, 72-й год. Первая попытка экранизации истории конвоев. У фильма, конечно, вот глуповатое название, потому что 17-й трансатлантический, он не ассоциируется ни с чем. Вот Пикью-17, это сразу для нас северян, да? А это именно про этот конвой. Вот первая попытка была, наверное, показать вот эту помощь, которая шла по Ленд-Лизу. Русский народный инструмент, а-ла-лайка, настроенная. Вот здесь мы написали вместе с коллективом, по английскому словарю, лейтенант Митчелл от Аччирова ТААТ. А потом же у нас был сериал снят на эту тему. Да, там, кстати, многие-многие актеры нашего театра играли. Берез Мерзликин там, да, да. Кто, например? Владимир Павлович Ярасов, «Царствие ему небесное» играл там роль, да, например. И еще актер. Надо просто вот в театре поинтересоваться. Приглашали на маленькие роли наших местных актеров. Великий Боже, что мы натворили? Мои эсминцы готовы броситься назад к этому несчастному каравану. Каравана уже нет, Брун. Каждый плывет сам по себе. Я очень жалею, что не родился адмиралом Нельсона. Ой, как же мы забыли фильм «Первый после Бога». Ну да. Про Маринина. Про Маринеско. Ну да. Ну в фильме он Маринин, да, да, да. На самом деле Александр Иванович Маринеско, конечно, прототип. Только вот интересно получается, да. Фильм снимали у нас на севере. Мы, конечно же, этим горды и все такое прочее. Но Александр Иванович-то воевал на Балтике. И Густвова-то он утопил именно там, на Балтике. Но с другой стороны, понятное дело, что там почти-почти три года войны Балтийский флот был заперт совершенно там. И Густвова-то он утопил уже в 45-м году. Вот. Ну не знаю, может дешевле снимать здесь было. Подводник, божьей милостью. Ботонажу давно всех обошел. Дыши, Гусь, дыши. Все покинут отсек! Судьба-то у самого, у прототипа-то у Александра Ивановича Маринеско была довольно трагическая. Он не получил, он угробил 5000 немцев за раз. Он не стал героем Советского Союза. Потому что у него, ну, он, скажем так, в быту не отличался примерным поведением. И, по-моему, родина отделалась орденом Ленина всего-навсего. И потом вот его списали с военного флота. Он на каком-то там буксире, что ли, в Питере обретался. Потом вообще работал в каком-то институте завхозом. И в первый раз на 15-летие, что ли, Победы надел свои награды боевые. И там весь институт просто как бараны на новые ворота все уставились. Никто не знал, что у них герой войны работает вот завхозом. Но и он, по-моему, в начале 60-х умер, даже до 50 лет не должен. Вот видите, сколько мы-то всего не знаем о фильмах, которые у нас снимаются. Я просто думаю, что у нас время подходит к завершению. Я предлагаю просто... Сегодня мы успели 14 фильмов перечислить. Забытую мелодию для флейта я даже не считала. На всех широтах это сериал 2009 года, который в Полярном снималось. Ну, как-то в душу не запало, но 8 серий, тем не менее, рассказали всей стране о том, как в наше время подводники и их семьи несут службу. Вот знаешь, если ты действительно решишь продолжить... Я не решу это точно. У меня здесь список, и там же сказки, ребята. Да, сказки-то вообще. По щучьему велению. Ночь перед Рождеством. Ночь перед Рождеством, да, да, да. Смок и малыш. Просто дело в том, что мне почему-то вспомнилась история, да. Вот в эти дни вспомнилось два года, как умер Алексей Балабанов, режиссер. Дело в том, что и он снимал один фильм у нас здесь, под Кандалакшей тоже. Но съемки этого фильма закончились трагически. Вот если будет продолжение, я потом расскажу еще раз. Ровно через неделю в это время, в этом месте встречаемся. И Андрей Валерьянович нам рассказывает историю, которая сейчас почему-то от нас утаивает. А фильм не про войну. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok